Это видео вызвало море негодования в социальных сетях. Как пишет автор, именно так выглядит подвал 55-го детского сада в Ярославле. От этого запах и антисанитария внутри здания. Однако в дошкольном учреждении от увиденного в шоке сами сотрудники. Кошмар какой. Такого у нас нет. Это не ваш садик? Нет. Это не наш. Это не наш подвал. Но в подвале в нашем можно пройти в туфельках спокойно. В туфельках или нет, а в злополучный подвал, исполняющий обязанности заведующей после часовых уговоров, так и не пустила. В оба нормальном состоянии. Все. Да. Какие-то проблемы, может быть, есть? Проблем у нас никаких нет. Если бывают проблемы, мы их только решаем. Не подтапливает ничего? Нет. Откроете нам подвал? Нет. Женщина добавляет, проблемы действительно были. На прошлой неделе засорился канализационный колодец. Из-за этого подтопило подвал садика. Но, со слов воспитателей, беда миновала. Аварию устранили, подвал продезинфицировали. Зловонный запах, о котором пишут в интернете, исчез. Это подтверждают и родители. Нет, не чувствовал. Дети не рассказывали. Все хорошо? Все хорошо. Но у нас здесь не пахнет, я не чувствую. Все нормально. Дети не болеют? Нет. Но у нас все хорошо. Теперь в запутанной истории будут разбираться городские власти. В понедельник учреждение намерено посетить директор департамента образования мэрии Ярославля. Возможно, руководству тот самый подвал все же откроют. И станет ясно, что есть ящик Пандоры на самом деле. Александра Панкратова, Сергей Ватин. День в событиях. Не пахнет. Здесь идет испарение. И все.